здравствуйте дорогие друзья сегодня мы будем с вами петь яблочный пирог вот я уже приступила к начинке вот у меня такой есть кувшинчик вот я перемалываю на этом блендере перемалываю яблочки получается мне вот такая масса в которую я добавлю сахар и крахмал но это уже перед тем как уже сделать сам пирог значит объясняю что всех лучше печь пирог вот такой вот именно вот по такой схеме это конечно лучше всего из летних сортов потому что получается начинка нежнейшие из осенних сортов тоже можно но начинка будет не такая она будет вкусная а это очень нежная начинка потому что яблочки все разойдут сварится просто кушаешь закрытыми глазами можно сказать очень вкусно и все как бы мы вот оценили именно из летних сортов вот таким образом значит далее мы начнем с вами делать тесто тесто мы будем замешивать на простокваши но если у кого простокваши нет конечно можно на кислом молоке на кефире самое самое главное это вот самый важный момент который нужно приобрести перед тем как делать тесто это самый главный чтобы должно быть вот кисломолочный продукт потому что в основе этого теста именно он на нем замешивается значит и далее я вам сейчас расскажу и покажу как как для изготовления теста нам понадобится 500 грамм простокваши сливочного масла 100 грамм вот я его уже растопила на газу обязательно нужно его растапливать значит 4 столовых ложки растительного масла масло масло нужно обязательно тесто будет мягкое не будет в общем она дает мягкость тесту растительное масло и по любому чтобы вы вдобнень и положили или сметану нужно просить или масло нужно обязательно добавляю чайную соду одну чайную ложку с горкой и без горки дрожжи быстродействующие дрожжи пекарские мы их прям положим сейчас муку вот дрожжи нужно класть муку их не надо очень много просто что немножко тесто было пышным вот далее значит муки кило 100 у меня здесь потому что пирог у меня будет большой тесто я делаю много если тесто остается я его ложу в целлофановый пакет и убираем раз в дальнейшем вынимаю тесто и использую для любого пирога в любое время это очень даже вот удобно значит смотрите я все я вот просто квашу выливаю вот в это сливочное масло когда растопленная вот у меня и слой на медленном медленном огне я могу я подогреваю вот это все сюда же я сейчас добавлю чайную соду только по чуть попозже добавлю чайную соду сейчас можно добавить растительное масло вот все это перемешаю посмотрю как она будет если она будет прохладненько то я немножечко подогрею это как бы не повредит ничему и начну замешивать вот на замешивать тесто за пирога поверьте тесто будет изумительнее очень и очень вкусное и так я добавила в кефир который немножечко подогрел добавил еще пол столовой ложки соли и три столовых ложки сахара часть все это я перемешала добавил чайную соду ведь как она уже вот эта масса у нас начала она такой пышный сделалась пышный как раз на что нам нужно чтобы тесто на что там вместо я замесила месить его нужно до тех пор пока но не станет отлипать от руки оно должно быть тесто эластичное в общем ему сейчас нужно тесто постоять минут 15-20 чтобы она немножко поднялась как бы мука впитала в себе вот тут долгу который мы с вами в нее влили и потом уже мы с вами начнем делать сам пирог раскатывать его тоже мы его раскатаем дадим ему немножко постоять минут десять я правильно что еще сказать вот сколько я рецептов не использовал для выпечки вот таких обыкновенных простых с начинкой пирогов все равно я возвращаюсь именно вот это вот этого пирога этого теста для пирогов это непростой рецепт я его нигде не вычитала это меня еще научила моя бабушка поэтому вот опять повторяю сколько бы я не делала какие какое тесто опять возвращаюсь потому что вот именно это тесто она пышная нежная вкусная и вот для меня вкуснее нет скажем так и все мои все моя семья очень уважают вот этот рецепт и она во первых она не твердеет это даже вы сейчас мы будем с вами печь сладкий пирог если просто с дрожжевого вот я распространял начинку по пирогу мне оказалось ее начинки как бы лишнего но я найти много это немало поэтому я вот положил целлофанную пакету беру морозильную камеру в любое время вечером могу испечь пирог начинку меня будет уже готова вот я ничего совершенно не будет вы смотрите вот так вот начинки должно быть большой слой вот смотрите потому что где-то вот больше сантиметра даже где-то около двух почему потому что она начинка она же из свежих яблок она упреет и будет самое то что нам нужно вот так вот потом значит что-то я хотела добавить ну понятно что тесто как надо месить итак пирог готов вот на таком большом противне которая смазала растительным маслом огромный большой угрожать его не стала он нам сегодня пирог как бы не праздничный а для того чтобы вкусно покушать у меня в гостях дети так что вот все любят вот такой яблочный пирог сейчас мы его поставим в духовку не менее чем на час если плохо у нас подрумяниться вверх мы поставим его еще и на гриль на несколько минут так наш пирог вот я его вынул из духовки немножечко поставила его на гриль буквально на две-три минутки он подрумянился немножечко осел сначала я его когда вынул был пышный такой вот и я его смазал немножко растительным маслом но маслом не надо много мазать чуть-чуть у меня такая кисточка есть на как наверное у каждого у нас и в данном случае вот такая поговорка здесь кашу маслом не испортишь не подходит друзья мои просто немножко смазать для того чтобы корочка была мягкой и как бы вот чтобы вкуснее было вот так что спасибо вам за внимание что вы просмотрели мое видео и я вас всех приглашаю подписаться на мой канал ставить лайки и нажать на колокольчик чтобы новые видео мои вам приходили вашу подписку все вам доброго приятного аппетита спасибо если вы смотрели мой канал и и